Около 30 стран примут участие в третьих армейских международных играх. Они пройдут на территории России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Китая. Своё участие подтвердили более 120 команд. В этом году запланировано проведение конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Причём 5 состязаний будут проводиться впервые. Будут ли ещё какие-то новые дисциплины, спросим у нашего гостя, генерального директора парка «Патриот» Медиа Сергея Баженова. Доброе утро, Сергей. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Присаживайтесь. Чай будете? Здравствуйте. Доброе утро. Итак, это уже третий по счёту Международные армейские игры. Участников с каждым годом всё больше становится? Да. Дело в том, что сам проект этот на территории Алабина, он зародился в 2013 году. Это вы, наверное, слышали и видели. Танковый биатлон – это был первый проект. И вот два года он продолжался. А с 2015 года, когда состоялось открытие парка «Патриот», масштаб увеличился до армейских игр. А что будет в этом году проходить? В 2015 году была организована уникальная трансляция. То есть мы соединили все площадки. Новостейные группы «Звезды» как раз были дислоцированы на все площадки. И мы ещё назначали там продюсеров и получали сигналы практически со всей России. И ещё два конкурса было в Казахстане. А вот насколько захватывающие международные армейские игры выглядят, вы сможете сейчас убедиться сами. Давайте посмотрим сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потрясающе. Просто потрясающе. Ну вот чтобы подготовить это всё, у нас сейчас разъезжается большое количество съёмочных групп. Специальные ребята берут экшн-камеры, дроны. И там вот, допустим, на Эльбрусе здесь кадры были. Им приходится даже подниматься вперёд всей команды, чтобы получить хорошие кадры. Ну, фронтовые корреспонденты всегда, помните, как с лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом первыми врывались в города. То же самое и с журналистами, и с корреспондентами звезды, мне кажется. Какие новшества будут в этом году? Ну, в этом году, во-первых, это впервые полноценные международные игры. У нас добавляется ещё четыре страны. Ну, в прошлом году Казахстан уже был. Но, знаете, вот Китай для нас довольно-таки сложная площадка сейчас. Ну, как говорится, непросто. Ну, я думаю, победим. Вот, потому что там проходит шесть конкурсов. И самое главное, что там разброс очень большой. В центре Китая, Корло, там центральное место. И ещё два полигона, север и юг, скажем. И всё это, значит, там проводится как раз тот же Суворовский натиск, он туда переходит. И Авиадарс ещё. Вот, а мы туда ездили на экспедицию. Значит, соответственно, также китайцам предложили представить канал телевизионный. Как вот звезда, я говорю, звезда присутствует от России. И это парк Патриот Медиа, как структура, которая оператор главный. Дело в том, что из Китая очень сложно, допустим, через интернет что-то получить. Там закрытый интернет. И мы даже попробовали оттуда связаться. Там масса проблем возникает. Там всё блокировано. Придётся возить жёсткие диски. Вот сейчас готовится команда от звезды. То есть одна, ну, то есть совмещенная такая группа. И мы, наверное, будем пользоваться там флайками, спутниковыми каналами связи. Сейчас это всё продумывается. И вот подготовка, у нас тренинг сейчас идёт на чемпионате мира по практической стрельбе, которая открывается вот в парке Патриот буквально 4-го числа. И мы сейчас испытываем эти вот новые технологии, там, спутниковые трансляции. Ну, много новшеств всяких технических. То, что вот то, что вы кадры смотрели, здесь и подводные съёмки. А когда под водой снимаешь, там, видите, они там, допустим, это конкурс «Глубина» в Севастополе. Там и сварка, и бой, и стрельба специализированным оружием. Но тоже, когда наши операторы начинают спускаться, там ограничения, тоже там вода мутная становится уже. Ну, как бы можно снять, но картинка такая неэффектная. Поэтому здесь иногда и в бассейне снимали. Ну, то есть, ну, специализированно там смотрели определённые участки. Вот. Хорошо. А что с военным ралли, например? Вот эта новая дисциплина. Что это будет всякой? Ну, это вот тоже для нас новая дисциплина. Мы сейчас посылаем группу, там, как раз это уже график внутренних соревнований идёт. Это как раз июнь месяц. Вот. И под Волгоград мы посылаем свои съёмочные группы. Мы подобрали сейчас ребят, которые снимают там гонку «Дакар». То есть, это экшн-камеры, ну, вот специализированные красивые такие эффектные съёмки. Есть единый график по всем конкурсам. Мы сейчас вот эту, ну, мощную команду создали, изучаем и как бы расставляем свои ресурсы так, чтобы охватить полностью и Россию, и вот четыре страны. То есть, Казахстан, если уже мы в прошлом году прошли, то сейчас Азербайджан. А Азербайджан — это Кубок моря, ну, Каспийский дерби у нас называлось, то что, да. Это съёмки очень сложные, с кораблей. Вот здесь кадр был один, который вы видели. Там, когда пушка начинает стрелять, у нас дрон, он чуть-чуть не утонул просто. Его хорошо, ребята, мы подбираем, такие мастера пилотирования, они около воды поймали. Потому что у нас каждый раз какие-то такие нюансы, мы не знаем, что будет. Вы так об этом захватывающе рассказываете, а воочию, вот игры будут уже в июле, воочию могут любые желающие прийти посмотреть это всё? Да, конечно. Кстати, вот сам полигон Алабин, он полностью перестраивается. Там холм Славы, то есть это такое сооружение, ну, оно было ВИПовское, да, и там трибуны стояли по, там, 3000 мест, несколько трибун. Соответственно, сейчас это всё модернизируется, всё это снесли, и вот Главное управление обустройству войск полную реконструкцию делает для встречи международных гостей, потому что их больше. Потом, у нас каждый год есть одна проблема, это то, что мы ставим мишенные камеры, чтобы показывать результаты и выводить на экран. Ну, зрителям интересно всегда видеть, да, как попадает снаряд, хотя это, то, что зрители видят, это не всегда получается по факту зачёт, что он попал. Потому что иногда, когда танк стреляет, происходит очень большой взрыв, там, ну, всё это красиво взлетает в воздух, да. А на самом деле, да, всего лишь осколками посекает, там, да, и попаданий нет. И у нас всё привязано, у нас вот система инфографики стоит, которая результаты уже непосредственно подводит, и мы ждём ещё отмашку судьи, чтобы выдать этот результат, потому что только они, у них всё равно есть бинокль, там, несмотря на все эти камеры. Они подтверждают поражение соли. Да, они должны, и это постоянно спор, потому что даже когда инфографику мы выводим, постоянно вот это вот надо уточнить у судьи, всё равно попал, не попал, потому что визуально это всё красиво взрывается, разлетается. Да, тонкостей, конечно, огромное количество. Да, вот. Очень хочется на это посмотреть. Надеюсь, что у зрителей телеканала «Звезда» будет такая возможность с вашей помощью, в том числе и. Конечно. Большое спасибо. У нас в гостях был генеральный директор парка «Патриот-Медиа» Сергей Баженов, и мы говорили о предстоящих международных армейских играх. Спасибо большое. Спасибо вам. Приходите. Спасибо. 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 Спасибо.